На прошлой лекции мы ввели операцию «Обратную связь». Я не буду повторять всё, нарисую только основную картинку. Вот автомат с несколькими входами и несколькими выходами. Вот я выделяю вход ХИ и выделяю выход YG. Формально «Обратная связь» выполняется очень просто. Если выход YG зависит с запаздыванием от входа ХИ, то мы устраиваем петлю «Обратной связи». То есть выход YG мгновенно передаётся на вход ХИ. В результате количество входов у нашего автомата уменьшается ровно на единицу. Ну и то же самое с выходами. Количество выходов тоже уменьшается на единицу. Ну, на прошлой лекции я коротко сказал, что такая операция не приводит к противоречию. Действительно всё будет работать. Ну, в частности, первый момент времени. Все остальные выходы будут корректно вычисляться через все входы, кроме X и того. Ну, это разъяснение, это объяснение. Оно действует и для последующих моментов времени Т. Правда, 2, 3 и так далее. Теперь мы хотим показать, что операция «Обратной связи» не выводит за пределы класса конечно-автоматных функций. Ну, ещё раз напомню, что выход YG зависит с запаздыванием от входа X и. Что это значит? В частности, это означает, что если мы напишем канонические уравнения, то в выходе вот YG, ну, вот тут будет присутствовать X, я говорю, от X и так далее. X, Y, минус другим от X, здесь X, Y, здесь один от X, ну, и добавить данные от X, я не буду всё выписывать. Как видите, X, Y, от X у нас отсутствует в канонических уравнениях. Я тут не написал состояние, там, у первая от X, от X, от X, и так далее. Главное, что в этом уравнении для зитого выхода отсутствует переменная X, от X, от X. Поэтому, если мы подставим вот это значение YG, ну, вот, многочисленных аргументов, вместо X, от X, то противоречия не будет, поскольку здесь X, от X, от X не содержится, оно входит входит фиктим. Тем самым мы получаем канонические уравнения для автомата, которые возникают после введения обратной связи по данным переменам. Заметим, что, вообще говоря, обратную связь, ну, мы выбрали пару, X, или YG, вообще, можно обратную связь вводить по любой паре. Ну, требуется лишь, чтобы выходная переменная зависела с запаздыванием от соответствующей входной переменной. Итак, если мы подставим вот это вращение YG, там у нас равенство и демокат и вращаться а вот и стоял и 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 вот мы подставим вот это выражение, стоящее после равенства мы получим канонические выражения для возникающей конечной автоматной функции тем самым мы приходим к следующей периоде теорема 11 класс конечная автоматная функция цепь замкнут относительно операции я просто нарушу обратной связи обратной связи доказательства я предоставил выше, дальше оно состоит в том, что мы просто заменяем в канонических уравнениях переменную x и t от t с соответствующим значением вот я подчеркиваю вот это вот то, что здесь написано вот это планка мало теперь, какова цель была цель введения двух операций суперпозиции и обратной связи мы хотим получить результат ну такой же, как для функций для пулеметной функции для функций для функций для поливового функции для многозначной логики мы хотим иметь конечную систему функций из которых все остальные функции имеются в виду, конечно, автоматные получаются с помощью некоторых операций ну операция суперпозиции понятна она должна присутствовать это естественно а вот вторая операция мы ввели обратную связь ну это не очевидно что такая операция что она должна быть ну это выходит за рамки нашего курса значит без такой операции конечные полные системы для конечно автоматных функций построить невозможные вот сейчас мы перейдем и доказательство того что для этих двух операций с антопозицией и обратной сферы конечная полная система все-таки существует давайте напишем канонические уравления для произвольной конечно автоматной функции я тут попытаюсь здесь один ход простите один выход и вообще это нескольких ходов здесь один шеп и там шеп и здесь три два один шеп и там и аналогичные формулы для q1 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 от c равно g1 ну от того же самого не буду переписывать и так далее а что а а а а а а а а а Выключаем. Отставим самого. В начальном отсловии. Кладем. Разгоним. 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 Ну. Теперь. В общем случае. Как мы условились. Вот эти функции. F. G1. G. S. Являются функциями. Козначной логики. Теперь. Ну. На прошлой лекции. Я показал. Как. По производной функции. Козначной логики. Построен. Вот такой. Тривиальный автомат. С одним состоянием. Который. В любой момент времени. Осуществляет. Преобразование. даваемое. Вот этой. Функции. Козначной логики. Поэтому. Значит. Введу. Вот это преобразование. Давайте. Значит. Вот. F. Это функция. Козначной логики. Козначной логики. Мы ее. Преобразуем. Ну. Ну. Вот. Буду писать. F. С индексом. F. Большой. Вот. Это будет. Функция. уже. Конечноавтоматная. Т. Конечноавтоматная. К. Значит. Действует. Практически. Так же. Как. Функция. Малая. Но. Значит. Произбольный момент. Функция. Применяется. Ко входам. Там. X1. X. N. Ответ. И. Значит. Вычисляется. С помощью. Ф. Ну. Аналогично. Вот. Эти функции. G1. Переходный. G1. И. И. G1. И. G1. Все. Эти функции. Угу. Г2. Зачем. Вычислить. Г2. Г1. Г2. 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 Г1. Г2. суть функции, конечно, автоматной, но тривиальной, с одним состоянием, вместо 1 теперь давайте встроить вот эту функцию, конечно, автоматную, данными каноническими выравнениями, с использованием следующего базиса ну, базис, это не обязательно независимая система, ну, если вы помните, на первом курсе была введена конечная, полная система для функции Казахстана так называемая система 1 или система Бороссера-Туркета, ну, я напомню, значит, из чего она состоит, там все константы К минус 1, функции Ж большое 0 от x и так далее, Ж большое К минус 1 от x и функции максимум от двух переменных и минимум от двух переменных значит, эта система полна на основе этой системы, вот так, как я указал выше, устроим систему так называемых истинностных функций, то есть функции конечно-автоматные, которые действуют так же, как соответствующие функции Казначные логики на каждый момент времени применяется соответствующие функции Казначные логики ну, я их буду обозначать, ну, давайте тоже так так f f 0 f 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 r f f f f f f f f Это функции конечно-автоматные, веса 1. Вот мы хотим показать, что вот такая система, состоящая из 2К плюс 2 функций, плюс задержка. Эта система полна в классе ПКА, но относительно двух операций, суперпозиции и обратной связи. Без обратной связи тут полноту доказать невозможно. Как мы это сделаем? Давайте сначала построим вот из этих функций, кроме задержки, построим вот такую большую функцию. Правда, на веса 1. Я её в виде прямоугольника изображу. Значит, вот тут переменные. Здесь переменные. О, 1, T минус 1 и так далее. О, 1, T минус 1. А здесь выход. У, T минус 1, 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 T минус 1 и так далее. Вот в этом прямоугольнике находятся все истинностные функции, которые осуществляют преобразование входных переменных, в переменные yt, q1t, 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 q1t. Преобразование осуществляется так, как записано в канонических уравнениях. Ну, с одним отличием, что у нас используется не в канонических уравнениях функции двудозначной логики, а мы будем считать, что здесь, в этом прямоугольнике, используются соответствующие конечно-автоматные функции веса 1. То есть вот функции там f0 и так далее, fk1, fg0 и так далее. Вот они, вот здесь, суперпозициями дают, ну, так вот, миссии душе. Теперь, это еще не то, что нам необходимо, поскольку у нас есть лишние входные переменные в момент t минус 1 и лишние выходные переменные в момент t. Нам надо оставить только входные переменные в момент t, x, и выходные переменные в момент t, x, и выходные переменные yt. Ну, из этой картинки что можно заметить? Можно заметить, что, вот, q1 от t зависит с запаздыванием от q, q1 от t. Вот, видите, там присутствует q1 от t минус 1 сверху на входе, но нет значения q от t. Значит, остальные переменные x1, xn от t, и вообще говоря, от них зависит нормально или запаздывание. А вот от переменных q1 и так далее, qn зависит запаздывание. Это значит, что мы можем применить операцию обратной связи. Значит, вот, скажем, по паре переменных, q, входная переменная q1 от t минус 1, выходная переменная q1 от t. Значит, зависимость запаздывания на лицо, значит, тут разрыв в один тап. Поэтому мы можем вот сюда поставить элемент задержки, который осуществляет как раз задержку на один тап. И, вот, сделать следующую перелом, но, к сожалению, у меня маловато пространство, ну, вот так вот. Аналогично поступим со всеми остальными переменными кодексами. Значит, ставим элемент задержки. Поскольку просто так мы не можем сделать разрыв, задержку на один тап, то есть вот элемент задержки осуществляет нужную нам задержку. Получаем автомат. Это будет конечный автомат. Уже веса не единицы, поскольку у нас несколько элементов задержки. Именно L элементов задержки. Так что, вообще говоря, вес этого автомата 2 ст. L. Сколько задержок, значит, веса, вообще говоря, перемножаются. Вот эта схема позволяет реализовать, как мы видим, произвольную конечный автомат. Эти функции. Тем байсом, который я прописал, значит, на основе конечной полной системы для функций ПК и ПК. Соответствующие и соответствующие и соответствующие и соответствующие функции. Берем в количестве 2к плюс 2 и плюс элемент задержки. Вот все эти функции тут вообще, говоря, присутствуют, ну, задержки, как видите, явно присутствуют, а вот здесь, вот здесь вот, в этом прямоугольнике, значит, осуществлена суперпозиция вот этих истинностных функций, которые я выписал на предыдущем слайде. Таким образом, мы приходим к следующей теореме. Ну вот, я обладил, если не буду выписывать, у меня мало. Ну вот, да, 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 да. Закручиваем. Добавляем. Причем, вот эта функция, то она, она, Э, К, А, К, то есть ноль из всех конечных автоматных функций с основной нольки не к вам относительно. Атерации. Вот это замечательная теорема, которая показывает, что в классе конечных автоматных функций все-таки есть конечные полные системы. Ну, тут много функций, в зависимости от К, 2К плюс 3 функций получится. Ну, не обязательно брать все эти функции. Не обязательно все эти функции можно сократить. Ну, в частности, когда вы рассматриваете классика равно 1, то есть когда у вас в основе лежат полиевые функции, то можно взять, ну, например, отрицание и конечные. Или вообще одну функцию стрик-шейфера на основе ее соответствующую функцию F с индексом стрик-шейфера и задержку. Вот из этих двух функций можно построить с помощью двух операций, с помощью двух операций, любую конечно автоматную функцию. Вообще говоря, только собираться из суперпозиции, получить вот этот результат, то есть построить конечный палец относительно суперпозиции, не важно. Такой результат является, но он в нашей программе нет. Теперь перейдем к следующему вопросу. Ну, как вы знаете, как же, как вот для булевых функций, то есть в классе P2, ну, и в ПК, вопрос на первом курсе не рассматривался, но я скажу. Значит, и в P2, и в ПК при любом Х имеется одна функция, в которой образуется полная система, ну, относительно суперпозиции. Там у нас одна операция суперпозиции. Я напомню, что для булевых функций, этой функцией является стрик-шейфера, ну, или антиконенцией. Еще берете конвенцию, так, и чертите. Ну, или, так, дизинция, отрицание. Эта функция. Без доказательства скажу, что при произвольном K тоже имеется такая функция, она у нас название функции V2. А, А, выношается VK, это функция тоже двухпериверная. И высчитается она так. Максимум, от и плюс, и плюс, и плюс один. Плюс один по модулу K. Этот результат на первом функции не был, ну, мы его не будем доказывать, хотя в теореме я использую. А в следующей теореме там будет использоваться только булевых функций. И так, возникает вопрос, а можно ли для класса конечно-автоматной функции построить базис относительно двух операций суперпозиции и введения обратной серии, состоящей только из одной функции. Этот вопрос был решён нашим специалистом, математиком, работал на механико-автоматическом капитике. И мы сейчас этот результат получим, но только, значит, доказательство, как я уже сказал, будет дано для булевых функций. Ну, поскольку функция B была у нас на первом курсе, и сейчас не вводим. Формулируем теорему. Теорема 13. Я её сформулирую для произвольного К, но, значит, доказательство дадим только для К. Теорема 13. В классе полная система имеется ввиду две операции сверхпозиция и обратная связь я не буду каждый раз говорить полная система настоящая я не напишу так F значит функция от четырех переменных значит это конечно автоматная функция от четырех переменных еще подведу так теперь собственно доказательства я сразу пришел рассматриваем только случай Карлова и давайте сначала введем функцию в любую функцию которую обозначим F большое тоже от четырех переменных но это буду оконус X1 и X2 X3 и X4 следующие две левые скобки X1 плюс по модулю 2 умноженное на X2 умноженное на X2 плюс X2 вертикальная черта шерившаяся значит значит эта функция это функция это функция это функция 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 минус P2 то есть более функции ну в принципе если вы все операции знаете все функции сумма по модулю 2 конюнкция еще раз сумма по модулю 2 и штрихшефер который я выписывал антиконсинкция такая функция теперь заметим что если отождествить в этой функции первую и третью переменную то есть F X1 X2 X1 X4 то получаем чистый штрих шиферов X1 X6 X2 из штриха шифера это полная система P2 можно получить любую функцию суперпозицию ну в частности я напишу что можно получить нам потребуется 3 0 1 и 10 ну как это вопрос который рассмотрим на первой пункте мы просто пока оставим в стороне то есть можно получить обе конструкции для других теперь давайте еще одно соотношение напишем если в эту функцию F отставить на первое место единицу на второе единицу на третье 0 а вот здесь остальное X4 то получится X4 значит собственно мы получали эти константы для того чтобы образовалось вот это отрицание ну и вместе с тем отрицание мы можем получить штриха шифер теперь значит остается заметить что вот функцию у нас была функция F большая булева функция из P2 значит если мы возьмем в качестве функции F ну вот давайте напишем F большое от четырех переменных то что требуется значит X4 значит надо взять мы сочерем это вот это f, x1, 2, x3 Берем истинностные функции, которые соответствуют функции f, мы так договорились, f, x2 Здесь переменные нормальные, f, x3, это же переменные для бесконечных двоичных последних пунктов А вот сюда поставим до девушки, f, x4 Ну тогда вот те преобразования, которые я выполнил выше для бюлевых функций показывают, что из нашей функции f, конечно автоматной Поскольку там присутствует задержка, настоящая конечно автоматная функция, кстати, веса 2 Из этой функции можно суперпозициями, только суперпозициями подчеркивать Поскольку у нас там константы и переменные только суперпозиции Можно получить и отрицание Вот здесь я показываю, не x4, то есть отрицание задержки А из функции мы ее тоже можем получить это истинностная функция она получается соответствующей бурной функции из нее мы можем получать любые функции помимо того, что я объявил, что константы нет вообще любые функции ну и значит дальше уже действует как предыдущий тяги поскольку у нас есть задержка, есть отрицание мы можем снять вот здесь отрицание задержки получить чистую задержку ну а вот из этой функции можно получить любую истинную функцию но в любом случае для умножка равновесия тем самым у нас получено лице от четырех перимерных которая образует полную систему в классе ПК2 относительно двух операций суперфолиции и обратной связи ну обратной связи у нас явно нет часто она появится если вы будете использовать предыдущий тяги который действительно нужно обратной связи вот этой тяги мы завершим раздел конечные автоматы он состоял из двух подразделов конечные автоматы распознаватели и конечные автоматы преобразователи и переходим к большому и трудному разделу три машины тилллинга три машины тилллинга ну тема эта вам знакома во-первых пусть вы немножко касались машины тюринга но мы конечно будем рассматривать более подробно доказывать более серьезные теоремы и кстати должен заметить что в этом третьем разделе содержатся самые на мой взгляд самые тяжелые разделы самые тяжелые теоремы из моего раздела ДГДМ дополнительные главы дискретной математики но правда они впереди ну прежде чем перейти к определению машины тилллинга я скажу несколько слов в середине тридцатых годов прошлого века сразу нескольким исследователям математикам удалось формализовать понятие алгоритм эта проблема этот вопрос стоял давно к тому времени ну попытки такие-то были но действительно такие результативные попытки произошли только в середине тридцатых годов ну точнее в тридцать шестом году сразу несколько математиков предложили различные по типу формализации понятия алгоритм ну среди них как вы понимаете был тюринг был пост был известный логик Гёдер был тоже известный логик и математик Чёрч ну и еще один менее известный математик Эрбер ну позже чуть позже к ним присоединился ну известный вам математик Стефен Клинин теорему которого мы доказывали относительно недавно теперь по-видимому первым был тюринг тюринг формализовал понятие алгоритма в виде машины ну такой абстрактной машины конечно это абстракция вы должны понимать так же как конечный автомат но это абстракция ну так скажем более высокого уровня нежели конечный автомат тюринг предложил ну на мой взгляд очень красивую машину позже там были еще предложены масса машин ну примерно такой же вариант машины был предложен постом но только спустя три месяца вот пост опоздал со своим результатом с публикацией буквально на три месяца результат тюринга он не знал поэтому иногда машины тюринга называют машинами тюринга постом ну и по существу они отличаются в несущественных деталях ну поскольку тюринг все таки был первым вот не только то что предложил тюринга но и вообще довольно большой класс подобных машин называют машинными тюринга ну и теперь давайте приступим к определению машинными тюринга значит машина тюринга состоит из следующих трех частей ну это конечно условное деление вот имеется лента бесконечная которая разбита на плечи бесконечная влево и вправо теперь по этой ленте из клетки ленте может перемещаться в голову в суд и генгер это ну я напишу надо бы написать пишущий читающий в голову ну я просто напишу в голову в голову ну и нечто которое я назову управляющим устройством ну вот для автомата только что я рисовал где-то там прямоугольник в котором помещается все вот три части из которых состоит машина тюринга теперь более подробно имеется ну так же как и для автоматов входной алфавит а ну я напишу здесь а0 а1 ак а вот к всегда больше равно другому ну почему через некоторое время будет ясно а а во входном алфавите выделен один символ вот он у меня стоит первым на имеет номер 0 а называется пустой символ пустой символ ну почему пустой символ ну почему потому что в любом входном алфавите выделяется особый символ обычно ну у нас дальше этим пустым символом будет у нас просто номер ну иногда иногда мяма ну мяма такое мяма такое но у нас чаще всего пустым символом будет номер теперь теперь в каждую клетку генты может быть записан ровно один символ входного алфавита теперь управляющее устройство так же как и для конечного автомата управляющее устройство может находиться в одном из конечного числа состояния вот я записываю q0 q1 и так далее причем в этом множестве выделяются два состояния q1 начальное состояние так мы будем делать и по 0 выключить место ну конечно вообще говоря там и другие состояния с двумя считая очень трудно теперь головка головка может перемещаться по лейке из клетки в клетку но только на один шаг влево либо вправо в соседнюю клетку перескакивать через две или более клеток она не может хотя такие машины в общем рассматриваются вот изменение положения головки и изменение содержимого клеток определяется командами машины тюринга которые имеют следующее а и т у ж и т м у т где ж углубки не равно 2, заключительное, не может тут фигурировать в качестве состояния а m это движение три значения L, R, S мы считаем, это не обязательно, но на первых порах полезно такое ограничение вести, что для любых, и ЖИ, ну вот, с этим условием ЖИ не равно 0, в программе машины имеется ровно одна команда с левой частью вот этого двигателя, а это и хуже ну и кроме того, двух команд с одной левой частью быть не может а потом мы перейдем к более общим машинам, где уже допускаются несколько команд с одной и той же левой частью программу машин тюрингов удобно задавать в виде таблицы ну я тут ее рисую, так как условно значит строки этой таблицы ну у меня тут мало места, я просто напишу помечены символами А0, А1 и так далее АК а столбцы помечены состояниями А1, А1, А2 и так далее ну а на пересечении символа строки А1 и и в состоянии ковыжения находится вот эта команда АЛТЛУС ну и разумеется с данным значением теперь так же как и для конечного автомашка работа машины происходит в дискретном времени АЛТЛУС 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 на ленте машины задается записывается некоторое ну как правило записывается некоторое слово в валфолите из букв ну кроме бустошки аЛТЛУС Ну давайте я начну. Звездочка, но кроме пустого слова. Обычно пустое слово не пишет. Вот это, так сказать, входное слово «входлеет Анны». А вот вся остальная часть ленты заполнена пустым символом Анны. Ну тут у меня немножко есть несколько, я вот так условно не решу. Вот тут наблюдал какой-то символы Анны. Ну и работа машины там. Первый, да. Значит, и в начальный момент, в момент Т равно нулю, машина приводится, так вот, поднимаем кнопку, машину приводим в начальное состояние вкладника. Вот это то, что перед началом работы, так сказать, настройку машины вкладника. Некоторое непустое слово «входлеет Анны». Вся остальная часть, слева и справа, бесконечный пол вентиля, заполнена повторно словом Анны. Машина приводится в состояние вкладника, а на ловко устанавливается на первый символ, слово «нулька». Это начальная позиция для машины. Ну и поэтому, после этого, когда включается время, время пошло и начинает машина работать. Работать согласно программе. То есть, головка машины обозревает некоторые символы. Состояние, то есть, первая вкладника. В программе машины имеется ровно одна команда, данная левой частью. Мы смотрим, какая там правая часть. Машина, вот в эту обозреваемую клетку, заносит новый, ну, вообще говоря, новый символ. Он может и совпадать с АИ. Совершает движение, вот согласно этому М большому символу. То есть, влево на одну клетку, вправо на одну клетку. Или остается в поле самой клетки, когда у вас С большого движения. И переходит в другое состояние КО-С. Ну, вообще говоря, КО-С может совпадать и с тем же самым ИТ. Ну, и этот процесс продолжается на общаге 2 и так далее. Замечу сразу, что машина может и не остановиться. Мы считаем, что она останавливается, если она попадает в заключительное состояние КО-С. Вот в этот момент то, что написано на ленте, и является результатом. Ну, позже мы уточним, значит, каких алфавитов там все это будет и где будет находиться коробка. Но для нас важно, что в заключительный момент времени, а он может и не наступить, машина может работать неограниченно. Так вот, заключительный момент времени. Значит, результат записан на ленте. Это некоторое конечное слово, но вообще, говоря, относительно. Давайте на этом сегодняшнюю лекцию закончим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...